Этот пандус возле поликлиники номер один единственное, что сделано для людей с ограниченными возможностями. Как только они попадают в само здание поликлиники, они встречают на своем пути массу преград. Чтобы попасть к травматологу или к хирургу, в общем, к любому, врачу нужно подняться вот по этой лестнице. Когда строилось это здание, о лифте еще не думали. Но сейчас бы он пригодился большинству пациентов в поликлинике. Об этом говорят абсолютно все. И старый млад, хотя понимаю, что это невозможно. Спускаюсь в раздевалку и из раздевалки на третий этаж. Получается четыре этажа. Я отдыхаю на каждом пролете. Очень сильная отдышка. Я вхожу в кабинет, если я войду. Вот в таком состоянии. Я не могу ни слова сказать, ничего. Это не поликлиника. И каждый раз, когда я сюда иду, и думаю, когда же она только завалится. Недобрым словом отзываются об этой поликлинике практически все пациенты. Но к врачу все же поднимаются даже на костылях. Говорят, выход есть и даже не один. Либо сделать в кабинет травматолога и хирурга на первом этаже, либо вообще переехать в другое здание. Но только одни советовали не снимать в поликлинике. Есть закон о врачебной тайме. Вы вторгаясь тем самым, нарушаете этот закон. Но мы же в кабинет у врача не... Начало разрешения по администрации, потому что лечебный учитель нет. Главврач не захотела с нами общаться и сниматься на камеру. И вовсе отправила нас в здравоохранение. И вовсе отправила нас в здравоохранение. Не могу вам ничего, никаких комментариев, ничего не могу. То есть, пожалуйста, здравоохранение в курсе в вашей ситуации? Да, да. То есть, мы в курсе. В департаменте здравоохранения пообещали взять этот вопрос на заметку. Где это возможно, тогда пересмотрим. Посмотрим на то, что можно перенести этого травматолога. Да нет, оптимизировать работу самого учреждения. Это действительно в наших силах, в наших общих силах. Я сейчас помечаю себе параллельно. Вот только этой проблеме не один и не два дня. Почему же за все время никаких действий не предприняли? Только телевидение должно прийти и сразу же начинают думать, как людям с костылями подниматься. Конечно, новое здание для поликлиники не построят, несмотря на то, что огромные деньги сейчас выделяются на здравоохранение. Да и перенос кабинета травматолога не поможет тем, у кого проблемы со здоровьем и кто нуждается в помощи других специалистов. Но все же этот вопрос требует решения. И к этой теме мы еще вернемся в самое ближайшее время. Алина Чебана и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.